Глава города часто общается с журналистами, но если местные СМИ больше интересуют вопросы дальнейшего развития курорта, то приезжие делятся своими впечатлениями от увиденного. Вячеслав Белоусов не был в Сочи 10 лет и сейчас удивлен обновленным курортом. Свою статью он так и планирует назвать «Сочи – это страна здоровья». Я вчера звонил жене, я сказал, что я попал не просто в другой город, я попал в какую-то другую страну, в страну здоровья. Поэтому я всерьез задумаюсь о том, чтобы в этом году здесь отдохнуть. Побывали региональные представители СМИ на Красной Поляне, удивились количество людей в горнолыжных костюмах и сами не прошли мимо экстремальных видов развлечения. Чтобы сюда поехать, и я об этом обязательно расскажу нашим читателям, ну действительно нужно знать зачем, знать, что здесь можно попробовать того, чего нет у нас. Вот такого развлечения, как скайпарк, у нас этого нет. До этого вообще мало где есть в мире. И поэтому у меня потрясающее ощущение. Чтобы рассказать нашим читателям, я это все испробовала на себе 69 метров высоты. Сделать прыжок, сделать шаг. Меня долго уговаривали. Но назад дороги не было, я это сделала, мне очень понравилось. Но то, что увидели сами, дело одно, другое убедить жителей Архангельской области, Липецкой, Новосибирской, Орловской, что Сочи теперь полноправный конкурент с заграничным курортам. Глава города называет пять причин, почему, собственно, лучше сейчас ехать на юг страны. Прежде всего, это безопасность. Всем понятно, что сегодня небезопасно, во-первых, туда приехать, а во-вторых, как еще вернуться назад. Во-вторых, еда. В-третьих, это уже наше преимущество, которое у нас никогда не было. У нас бальное водолечения бесплатное, по сути. Мацеста, теренкуры, бюветы, наверное, вы обращали внимание, да, что они находятся в парках, скверах там у нас. Это бесплатная минеральная вода, и врачи могут рекомендовать. Да вы и сами, наверное, знаете все, какую воду нужно попить там дней 10. А в-третьих, это отсутствие языкового барьера. И в-четвертых, значит, это то, что в городе Сочи сегодня столько событийных мероприятий. Глава города рассказал гостям о том, сколько лет Сочи шел к своему преображению. Как было трудно, когда все строилось и перестраивалось. Но это того стоило. Теперь Сочи может круглый год принимать гостей и удивлять не только жителей страны, но и всего мира. Елена Всецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.